С помощью этой карты можно рассмотреть, что находится под водой Атлантического океана и наглядно увидеть его глубину. Карта полностью повторяет реальный рельеф акваторий, а делается она из простой фанеры. Все глубины, они все отрисованы с патиметрических карт, то есть судоходных. И они полностью повторяют рельеф океана. Грубо говоря, то, что под водой находится, вы можете потрогать руками. Два года назад молодые парни из Владивостока запустили стартап, новый не только для Приморья, но и для всей России. Идею подсказал знакомый яхтсмен. Он и стал главным дизайнером проекта. Его задача – изучить глубины акватории и перенести их в специальную программу. Затем, используя эти параметры, лазер будет выжигать рисунок. Тут можно увидеть, что у каждой надписи, у каждой детали свой цвет. Собственно говоря, у каждого этого цвета есть определенные заданные характеристики. И уже с этими характеристиками лазер их и делает. А сейчас он гравирует, пишет надпись «Русский остров», здесь потом будет «Русский остров». Собственно говоря, часть его. Главная особенность карты – многослойность. Каждый слой выжигается отдельно, а потом накладывается друг на друга. Именно благодаря этому достигается визуализация эффекта глубины. Потом мы эти слои, которые обозначают непосредственно воду, мы их красим в нужный цвет. Потом мы их снова кладем в лазер, он их размечает. И только потом уже все это клеим. В целом производство карт можно уместить в четыре слова – проектируем, выжигаем, красим и клеим. Но сделать это не так-то просто. В среднем мастера тратят одну неделю, при условии, что готов макет. А вот разработка нового может занять уже месяц. При этом 80% производства – это только ручная работа. Карта собирается по принципу мозаики. Около каждого острова есть своя цифра, благодаря которой он потом и находит свое место на карте. Лазер вырезает острова, но потом их нужно собственноручно перенести на карту. И даже если упустить хоть одну маленькую детальку, карта уже не будет такой достоверной. Кстати, первой работой этих умельцев была карта родного Владивостока и Японского моря. Сегодня им под силу воспроизвести подводный пейзаж любого уголка планеты. И даже создать общую карту мира. Реакция людей всегда практически положительная, очень бурная. И это подкупает и мотивирует для того, чтобы делать дальше и дальше еще лучше. Стараемся постоянно работать над качеством и над расширением ассортимента. Сегодня заказы молодым предпринимателям поступают из Норвегии, Швеции, Англии и разных городов России. Карты заказывают крупные компании и частные клиенты. Ребята гордятся, что их произведения даже подарили на день рождения мэру Владивостока. Сегодня в планах расширяться и создавать карты с практическим применением. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.